Странные события происходят в стране. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какую ситуацию так яро пытаются опровергнуть правоохранительные органы. Но кто тогда в этом замешан? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Facebook появилось видео обращения двух женщин, которые обещают своим подписчикам изменить контент в соцсетях, в частности убрать публикации, которые порочат честь и достоинство таджикских девушек. В частности, таким видео поделилась певица Рафаати Джамшет, которая активно ведет свой инстаграм. В своем видеообращении она отмечает, что пару лет назад, будучи молодой, по глупости выкладывала публикации, которые содержали нецензурную брань и откровенные фотографии. Говорит о своем непристойном поведении, неподобающем таджикской девушке. Певица сообщает, что сожалеет о своих поступках, что она удалила со своих страниц подобные публикации и впредь будет стараться выступать на свадьбах и мероприятиях в национальной одежде, которая красит таджикских девушек. Следом за ней в социальных сетях появилось еще одно видеообращение, теперь уже от некой танцовщицы Суман Камаровой, которая обещала вести себя так, как положено таджикской женщине. Позже пользователи просто склеили эти два видео. Женщина говорит, что хоть у нее и нет социальных сетей, но ее неподобающее поведение, точнее вульгарные танцы в платьях чуждой национальности, было распространено в интернете одним из певцов, с которым она выступала на свадьбах и торжествах. Женщина извиняется на камеру и обещает впредь исполнять танцы, подходящие таджикской культуре и надевать соответствующую одежду таджикских женщин. В своем обращении женщины почему-то благодарят сотрудников внутренних дел за то, что они своевременно предупредили их относительно недостойного поведения. Как вы к этому относитесь? Нормально ли такое вообще? А слова благодарности милиции можно встретить и под постами с указанными видео в Facebook. На этот раз уже от пользователей. Они рады, что сотрудники милиции принимают усилия для предотвращения подобного поведения со стороны молодых глупых девушек, которые забыли свои обычаи и национальные ценности. Корреспонденты обратились за комментариями по этому странному видео в пресс-центре МВД. Его начальник Нусратула Мухаммадзада сказал, что ему неизвестны случаи задержания со стороны сотрудников милиции выше названных лиц, которые записали видео с извинениями. Он опроверг подозрение, что съемки устроили сами милиционеры в качестве профилактической меры для таджикских женщин, выкладывающих свой контент в соцсети. Но после того, как журналист обратил внимание на то, что танцовщица на видео благодарит сотрудников милиции, Махмудзада отметил, что, возможно, женщины могли попасть среди тех, с кем проводились профилактические беседы, которые ведутся с сотрудниками милиции в различных направлениях. Напомним, что на прошлой неделе одной из самых обсуждаемых публикаций стала новость о задержании молодой блогерши на 10 суток. Сводку правонарушений девушка попала из-за своей блогерской деятельности, распространяла в соцсетях неэтичные видеоролики и использовала оскорбительное выражение, что является совершенно чуждым обычаем таджикского народа, сообщала ОМВД по городу Душанбе. Сообщение правоохранительного ведомства было подкреплено фотографией задержанной, однако в нем ни слова не было сказано о том, какие статьи административного кодекса нарушила девушка и был ли суд. За несколько часов публикация на странице ОМВД по Душанбе в Facebook набрала сотни лайков и комментариев. Некоторые отрицательно отнеслись к такому наказанию, многие позволяли в адрес молодой девушки унесительное выражение и предлагали более изощренные методы наказания. Журналистам так и не удалось уточнить, согласно каким статьям была задержана девушка, не получилось найти ее саму. Как вы относитесь к происходящему в стране? Ведь это откровенное давление на девушек. Поддерживаете ли вы такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!